Приветствую! Сегодня у нас на рассмотрении известная нейросеть для генерации картинок и диаграмм, которая совсем недавно выпустила обновление и добавила новую модель Diagram 2.0. И теперь картинки стали еще красивее. И как вы возможно знаете, и диаграмм известна тем, что хорошо справляется с генерацией текста. И чтобы начать здесь работу, необходимо зарегистрироваться. И нам предоставляется всего лишь две возможности войти либо с помощью Google Аккаунта, либо с помощью Apple ID. Мне удобнее войти с помощью Google Аккаунта, что я и сделаю. Попадаем на главную страничку. Здесь мы можем рассматривать работы других пользователей. Можем ставить им лайки. Все картинки, на которые мы поставили лайк, сохраняются в отдельной папочке. Также мы можем подписываться на других пользователей. Для этого нам нужно открыть картинку. Здесь справа есть никнейм пользователя. Мы можем перейти на его аккаунт. Здесь устроено наподобие социальных сетей. Если нам нравятся его работы, мы можем подписаться. Также картинки можно сортировать по стилям. Здесь есть вкладочки Realistic. Здесь будут более реалистичные картинки. Во вкладке Design рисованные картинки. Также 3D картинки. И аниме. Если мы нажмем вкладку All, здесь будут все подряд картинки. Также мы можем выбирать лучшие картинки. Например, лучшие за час, за день, за неделю, за месяц, за все время. И здесь также есть вкладочка Following. Это картинки пользователей, на которых я подписалась. Чтобы увидеть картинки, которые мы пролайкали, мы в правом верхнем углу нажимаем раскрывающееся меню, выбираем мой профиль и выбираем вкладочку Like. Здесь все картинки, которые я пролайкала. Что касается платного и бесплатного использования. Давайте заглянем в вкладку Upgrade Plans. В бесплатном аккаунте нам дается всего лишь 10 кредитов за день. Если посмотреть подробнее, то за одну генерацию в новой модели 2.0 с нас снимается 2 кредита. При этом генерируется 4 картинки. Количество картинок мы выбрать не можем. И у более старой модели за одну генерацию с нас снимается 1 кредит. Таким образом, в новой модели мы за день можем сгенерировать всего лишь 5 картинок, а в старой модели 10 картинок. Что не так уже и много. Поэтому, чтобы сэкономить свои кредиты, нужно тщательно продумывать про и перед генерацией внимательно проверять все настройки. Еще в этом же меню есть интересная вкладочка помощь и документация. Перейдем по ней. Здесь выберем ответы на часто задаваемые вопросы и посмотрим политику сервиса относительно коммерческого использования картинок. И приятная новость заключается в том, что идиограмм разрешает нам использовать картинки по своему усмотрению, в том числе и в коммерческих целях. И также он говорит, что полную ответственность за нарушение авторских или каких-либо других прав третьих лиц мы, как создатели картинок, везем самостоятельно. И также в этой части сайта есть у нас здесь подсказки по началу работы с сервисом. И самое интересное, подсказки и советы здесь касаются составления промптов. Я всегда рекомендую ознакомливаться с подобной информацией. Здесь много полезных советов от разработчиков. И можно почерпнуть много полезной информации о составлении промптов. И о том, как лучше генерировать картинки. Я ссылочку оставлю под видео и вы самостоятельно сможете с этим всем ознакомиться. Чтобы начать генерировать картинки, нам нужно ввести свой промпт в поле для промпта. И как только мы поставим курсор в это поле, у нас открываются дополнительные настройки. По умолчанию выбирается модель самая новая 2.0. Но также мы можем вернуться и в предыдущую модель, например 1.0. Обратите внимание, что внизу в поле для промпта есть стили. В первой модели этих стилей намного больше. Во второй модели их меньше. И как говорят сами разработчики, вторая модель работает немного по другим принципам. В новой модели здесь всего 6 стилей. Первый стиль авто. Он, так сказать, для ленивых. Или если вы не определились, какой стиль вы хотите сгенерировать, вы можете ввести свой промпт. Яросеть проанализирует его и сама решит, в каком стиле генерировать картинку. Также обратите внимание, что у нас есть Magic Prompt, вкладка Magic Prompt, улучшитель промпта. И также, если мы выберем авто, нейросеть проанализирует наш промпт и сама решит улучшать его или нет. Причем в одних картинках она может его улучшить, а в других оставить без измени. Давайте введем какой-нибудь промпт. Я выбрала такой промпт. Собачка породы такса бежит по осеннему парку. Перевожу на английский, вставляю и выберем режим авто. И в Magic Prompt тоже режим авто. Далее идут настройки соотношения сторон. Здесь их можно выбирать как ползунком, так и просто выбрав стандартный размер. Я выбрала 16 на 9 горизонтальный. Относительно видимости ваших картинок в бесплатном аккаунте они всегда будут публичными. Модель 2.0. И также в модели 2.0 добавилась интересная функция. Это цветовая палитра. Здесь есть встроенные палитры готовые. Можно их выбирать, но можно также оставить на авто. Тогда нейросеть подберет цвета самостоятельно. И в платном аккаунте можно даже создавать свою палитру. Но давайте оставим все настройки на авто и нажмем кнопочку Generate. Генерация занимает какое-то время. Я пока что нажму на паузу. И посмотрим результат. Нейросеть определила, что нужно генерировать в фотореалистичном стиле. Давайте посмотрим Magic Prompt. Вот столько много текста добавила. И также нейросеть решила, что нужно генерировать в стиле General. Это первая картинка. Следующая картинка. Тоже в фотореалистичном стиле. Magic Prompt здесь отличается. Я проверяла для каждой картинки свой Magic Prompt. И также сгенерирована в стиле General. Следующая картинка тоже выглядит фотореалистично. Другой здесь Magic Prompt. И здесь использовался стиль realistic. И последняя картинка. Здесь такса в прыжке. Тоже другой Magic Prompt. И стиль realistic. Давайте теперь возьмем этот же самый промпт. Короткий наш. Скопируем. Ставим в поле для промпта. На этот раз выберем стиль General. Относительно стиля General. Как следует из его названия. Это такой общий стиль. Как говорят сами разработчики. Это улучшенный преемник версии 1.0. И как в инструкции нам подсказывают. Этот стиль идеально подходит для создания художественных произведений. Но фотореалистичный стиль здесь тоже получается очень хорошо. Как мы уже убедились. И давайте к этому нашему промпту. Добавим словосочетание. Абстрактная живопись. Остальные настройки тоже оставим все по умолчанию. Модель 2.0. И нажмем Generate. Посмотрим что получится на этот раз. И смотрим результат. Вот такая интересная абстрактная живопись. И посмотрите что стиль каждой из этих картинок можно назвать абстрактной живописью. Но все они очень отличаются. И особенно мне понравилась вот эта картинка в стиле рисунка для детской книги. Ну что ж как видим модель новая работает очень хорошо. Смотрим дальше стиль realistic мы уже видели что он работает хорошо. Я его пропущу пожалуй генерировать не буду. Следующий стиль дизайн. Относительно стиля дизайн. В инструкции нам подсказывают что с этим стилем можем создавать логотипы, изображения для печати потребования, рекламные листовки, меню многое другое. По существу все что связано с графическим дизайном. И давайте попробуем создать логотип. Я попросила Капайлот составить мне промпт для создания логотипа для магазина женских сумочек. Получился вот такой подробный промпт. Но я все это брать не буду. Возьму первое предложение. Изысканный элегантный логотип для магазина Гламур Бэкс. Высококачественных женских сумок. Логотип должен управлять роскошь, стиль современность, привлекая женщин, следящих за модой. Скопирую это. Вставлю сюда. Пожалуй еще добавлю предложение касающееся типографики. Гладкий современный шрифт должен быть легко читаемым, но стильным. Скопирую это. И тоже вставлю. Здесь я уберу, чтобы не повторялась Гламур Бэкс, потому что он может два раза написать это название. И обратите внимание, что если мы хотим, чтобы сгенерировался шрифт, его нужно взять в кавычки. Здесь я точку уберу. Так, выберем стиль дизайна, Magic Prompt Auto, остальные все настройки по умолчанию. И попробуем сгенерить логотип. Посмотрим, как получится. И так получился текстовый логотип, это из-за того, что я в Prompt добавила более подробное описание типографики. Если бы я добавила более подробное описание графических элементов, у нас бы был более графичный логотип. Но смотрим, что грамматических ошибок нету. Это нам повезло, потому что иногда случаются. Правда, меньше, чем в других нейросетях, которые генерируют текст. Но все же бывает. И имейте в виду, чем короче текст, который вы хотите сгенерировать, тем меньше вероятность каких-нибудь ошибок и неточностей. Ну, из полученных логотипов мне больше всего понравился, пожалуй, третий или четвертый. Здесь он даже от себя что-то добавил. И давайте попробуем еще сгенерировать в следующем стиле, например, 3D. Это мы уберем. Я составила Prompt улицы старинного города с милыми, разноцветными, элегантными домиками. Ставим, выберем стиль 3D. Magic Prompt стоит на авто. Все остальные настройки по умолчанию. И попробуем сгенерировать. Смотрим результат. По-моему, прекрасные картинки. Очень замечательно получилось, на мой взгляд. И давайте теперь попробуем последний оставшийся стиль. Аниме. Для него я подготовила более сложный Prompt. Симпатичная девочка бежит по зеленой траве, у нее короткие рыжие волосы, голубое платье. На лице у нее смеющееся выражение, за ней гонится собака, в небе над ними летают белые птицы, создавая радостную атмосферу. Prompt довольно сложный, потому что здесь много персонажей. И посмотрим, как справится нейросеть. Я выбираю стиль аниме. Все остальные настройки по умолчанию и нажимаю Generate. Смотрим результаты. В общем-то, аниме довольно узнаваемый стиль. Видим, что никаких артефактов, лишних конечностей и каких-то уродств здесь не замечено. Вот, пожалуй, последняя картинка мне нравится больше всего. Таким образом, мы рассмотрели все стили. И также следует сказать, что в платной версии есть дополнительные возможности. Например, можно редактировать уже созданную картинку. Можно загружать свою картинку в качестве референса. Также есть возможность создавать свою собственную цветовую палитру. Я уже говорила. Есть возможность выбирать рендеринг. Либо более быстрый, либо более качественный. Также изменять сид и использовать негативный Prompt. Также у нас есть возможность создавать ремикс чужих картинок. Например, мне понравилась вот такая картинка. И мне нужно просто нажать на вкладочку Remix. При этом копируется Prompt. И также добавляется сама картинка. Здесь есть еще одна интересная функция. Вот такая. Это описание картинки. Это не то же самое, что копирование Prompt. Это именно описание картинки. Если мы на нее нажмем, у нас добавится текст, который описывает данную картинку. За это с нас снимется один кредит. Но я в данном случае не буду это использовать. Мы используем Prompt. Например, я его скопирую. Переведем и посмотрим, что у нас в этом Prompt. Я копирую перевод этого Prompt и буду его менять сейчас. Здесь, везде, где есть слово «Лиса», я поставлю «Белка». Вместо белых цветов я возьму «Красные цветы». Все, теперь я копирую этот Prompt на английском языке. Вставлю его сюда. Здесь у нас есть рычажок, которым мы регулируем, насколько картинка Reference будет влиять на нашу картинку. Поскольку у меня другой зверь выбран, я поставлю меньшее влияние, чтобы не было сходства с лисицей. Значит, у нас стиль авто. Нейросеть сама все проанализирует. И здесь тоже все оставим по умолчанию и попробуем сделать ремикс. За это с нас спишутся тоже два кредита. Смотрим результат. И, по-моему, очень миленько получилось. Последняя картинка немножко в другом стиле. Еще здесь, если обратим внимание на вот эти три точечки, есть возможность сделать увеличение картинки и улучшение ее качества. Но это тоже платная функция. Чтобы посмотреть, сколько кредитов у нас осталось, нужно открыть меню. Ибо здесь видно, что на сегодняшний день все кредиты уже исчерпаны. Конечно же, для серьезной работы бесплатного аккаунта здесь будет недостаточно. Но не забывайте также, что мы можем переключиться на предыдущую модель 1.0. И здесь тоже получаются довольно приличные картинки. Например, вот это изображение было генерировано в первой модели. Нужно просто хорошо поработать над фруктом. Также эта иллюстрация была создана тоже в первой модели. Очень симпатично. Конечно же, вторая модель превосходит первую. Вот, например, такие эмоции можно изображать. Киношный стиль. Реалистичный стиль. Такие замечательные портреты. Вот здесь художественный стиль. Тоже интересно получается. Ну что ж, друзья, я желаю вам творческого вдохновения. Смотрите также другие видео на моем канале. И до новых встреч!